здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня будет коротенькое видео из разряда полезностей допустим вы купили один моток уха норки да и вам нужно связать шапочку в три сложения вот я вам покажу как вязать из одного мотка не перематывая фразы ну как бы в три клубочка для этого мы берем нить делаем таким вот образом я показываю на маленьком как бы отрезки вы делаете чуть побольше складываем вот таким вот образом и начинаем вязать вот отсюда вяжем 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 далее довязываем сюда берем эту петельку продеваем и от клубка побольше отматываем протягиваем ниточку здесь у нас будет вот такой вот захват он вязание потеряется вот и вяжем далее вот далее мы вяжем 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 довязали до вот этой вот петельки и снова берем еще раз покажу вот она короче протягиваем ее в эту этот узел и вот таким вот образом у вас получается нить в три сложения и вот так вот постепенно по ступенькам вы и продвигаетесь точно также девчонки можно вязать пять сложений и можно вязать всем сложений то есть чем больше вам нужно только если в 5 я сейчас вам покажу вы складываете вот таким вот образом делаете вот эти вот петли на разном расстоянии чтобы эти стыки не были как бы ну друг на дружку не захотели значит вот так вот все у нас 1 2 3 4 5 складываем вяжите в 5 сложений дошли до этой петли подхватили ниточку так вяжем дошли до следующей петли подхватили ниточку дошли до следующей петельки подхватили ниточку от клубка и протянули вот так вот любое количество нечетных сложений вы можете вязать только нечетные четные не получится и вот так вот постепенно дошли подтянули ниточку дошли подтянули от клубка и перемещаетесь таким образом вяжите поверьте мне если в три сложения даже в три сложения этого вот захвата не будет абсолютно видно видно в вязании увидите вот попробуйте на образце и это очень удобно сейчас в данной ситуации когда мы покупаем бобинную да пряжу очень тонкую и вот все это нужно перемотать и вот чтобы не перематывать из одной бобины из одного клубка можно вязать любое количество петель другое дело что если очень тонкая пряжа то конечно мы эти петли можем не заметить провязать дальше это у меня такое бывает если даже если я вижу от разных от нескольких клубков у меня там пять клубков за один закончился я даже не заметила я заметила когда уже пару пару рядов провязала так что вот смотрите стоит ли конечно и сильно тонкой пряжи вязать но вот пух норки вот кашемирчик прекрасный способ я думаю и тем более если покупается один моток на шапку то вообще идеально все девчоночки на сегодня вот такое маленькое видео из разряда из разряда полезностей а я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока